Уже джиджей либо Лишак. Ну, течис, бруда, будет у гладиаторов. На фп чё? Ну, Undying либо Инча. Сакрет на бруде играет? Подскажите, с книжечками. Сакрет на бруде? Была игра, по-моему. Не было. А вот? Не забанили. Я хотел сказать, вот и бруда пикнули. А её забанили. Они, может быть, сами хотят виспазу? Либо воровство виспа или Лишака, либо 2-1 за гладиаторами. Ну, типа... Ну, это не контриться, я не знаю, кем за контрить. Аппаратом с Криеновским. Аппарат войд. Да, аппарат войд. Поехали. На самом деле, аппарат, неплохой герой, на самом деле. На самом деле... Всё, ну, на самом деле... Ну, у него есть определённый минусы, понимаешь? У аппарата на самом деле... А войденко прям. Но всё, что на линии, он слабоват. И второе, что на самом деле не так просто этой ультой попасть иногда. Мы видели несколько раз, как брали аппарата, и казалось бы, там была одна цель, типа, попади в морфлинга. И иногда не получалось этого сделать. То есть на самом деле игрок на морфлинге может и не подставляться. Я уже не могу слышать. Я же плохо становлюсь. Да я думаю, что у вас там все записано, правильно, в тетрадках? Конечно, у нас есть все. Давай, давай, рассказывай, Димон. Не зря же ты готовился. Смотри, Timber Soul должны брать АФП. Убискос, Timber Boot. Или НЧ, либо Timber. Убискос 100% Timber. Ну тогда Висплишрак вообще. Висплишрак, да, опять получают. Конечно. Что делать? Я не знаю. Ну вот они еще брали Энч Дуза. Дузы нет. Да. Может они захотят Лишрака ФП? Ай, запейте, короче, ты в один. В один, ну ты гений, конечно. А в чу пользу? Ну один-два, ладно. Висплишрак, и что? Аппарат вот сейчас на восьмой. Вот это под Чекрам, да? Я бы брал Энчу. Я бы брал бы Энчу. Они Энчу собрали. Они Энчу собрали. Вы же сами говорили, Энча ничего Лишраку не делает. Да, ну в ранее... А я бы... Может напрягать. Да не, ну он-то будет напрягать, он пойдет просто лес пофармить с Виспом. Может какой-то антимага взять. Как будто тяжело с Энчой. Не-не-не, я бы взял Энчу просто. Энчу, они уже брали Timber Энчу. Сильная линия будет. Темпларка. Да, ты нормально, я не знаю, чем вы делаете. Темпларка в Лишрака это нормальный герой. Нормально, я не спорю, но надо Веника банить туда. Не-не. Веника, Вайпера и Дарксира баним. И нормально. Дуза уже у Джи Джи не будет, так что... Думаю, решили забаниться. Эй, Сыча. Нормальный бандум. Мне кажется, стоит забанить Джи Джи Клока. Потому что слишком много делает герой. В руках без кост. Как будто и уже Ленива с Тимбером брать. Нет такого ощущения? Почему? Ну, дизаебл есть. Под Клока хорошо кидать с полы Тимбера. Мне кажется, эти два героя стакнуть. Да нормально, нормально. Еще Тимбера можно мид на санель против Лишрака поставить. Лишрак ему особо ничего не делает в миде. С Виспом делает. Мне кажется, там такое, да, Лишак. Типа Висп тезерится, они просто бегут и бегут. Как он на втором левеле в миде? Тут скорее Тимбер ничего не делает Лишраку, и поэтому, мне кажется, это не самая лучшая идея, именно ставить Тимбера в мид. Если будет какой-то матчап, я имею в виду. Хотя у них же не ласт пик, да? Тогда да. Так, ну, должны гладиаторы, что, банить просто сапов? Что ж, два кора есть. Ну, видимо, так. Вот они уже пошли ондаянкой. Думаю, Клока тоже уберут, то есть. В любом случае, это неприятный герой, у них слишком большое... А вы в курсе, что Стингер на венике, ты самый любитель поиграть? Мы в курсе, конечно. На пятнадцатый пик два раза. И что здесь веник? А чё? Хороший веник просто. Просто хороший... Ну, своровать? Ну да, неплохо. На шестнадцатый, семнадцатый просто воруешь веник и кайфуешь. Кайфуешь, да? Ещё у Стингера сигнатурка это Элдер Титан. Ну тут он не нужен, походу. Так, на пятнадцатый, с чего откроется Gaming Gladiators, ребят? Кто предскажет пик? На пятнадцатый... Да, они опять сапа заберут. Либо веник, если он будет не забанен. Либо Спиритбрейкер. Думаешь, будет повторять? Думаю, нет уже. Спиритбрейкер, мне кажется. Спиритбрейкер, да. Ну вообще, барычам нереально впадло стоять в лынае. Да и в Тимбера, мне кажется, не очень врядно играть. О, да. Мне кажется, Петуха могут взять. Могут. В Тимбера неплохой герой. Вниз типа? Да. Тогда нужно брать Скай и Эмбера, что ли? Не, им точно дизейбл нужны, не знаю. А, ну кстати, в Тимбера они могут захотеть Рубика взять. О, это точно Рубика, GG. Это банвеник. Ну, а, это банвеник. Ой, я уже испугался, что там веник, думаю, ничего себе. Ну, кстати, Рубик как вариант. В любом случае, в Тимбера хороший герой. Чтобы был дополнительный демэдж. Ой, да. Рубить, и это дизейбл. Леончика вашего базового концептуального. Леончика нужно троечку какую-то подобрать под Леончика. Вот без шуток я бы забавил сейчас на месте GG Сайленсера. Потому что вот у них распики, они без Кост возьмут Сайленсер плюс один, и у них замена Клыка это Тинни 4. Возможно, ну они все-таки играют до Марса. Боятся, что Тимбер пойдет на мид, или там Парк вообще может в мид пойти. Ну ладно, Парк мид очень нередко. Мы видим, ну типа Даркмага вообще же не играет на них. Ну вообще, Лешака там Парк, конечно, неплоха. Даркмага мог и в мид пойти на мид. Ну нормально, там просто потные матча, надо все четко сделать. В принципе, Ланая там просто стоит фармит и все. Не знаю, мне просто Рубик нравится. У него, кстати, еще винрейт нормальный на турнире очень. Да? У тебя в тетрадке есть? Да? Две игры, две выиграл. Сколько? Две игры, две выиграл. 50% целых. Ну, очень много он пикнут. 42 игры у него. Это нормально. Статисты наши сегодня прям стараются. Молодцы. Респект. А что на вас повлияло, чтобы тетрадке... А, Течис не в бане, не в пике. Хакоды, наверное. Ладно, это уникальная серия, где... Тетрадь Хакоды. Это уникальная серия, где герои первой стадии доживают. Доходят до поздней стадии. Да, дуза 24, Течис 15. Нужно добирать саппортов. Каких? Сайленсер плюс один я выбрал. Сайленсер да, вот это хороший герой противиспальтера. Согласен, мне нравится Сайленсер очень. Ну, они просто играют. Они его точно возьмут, по идее, это их сигнатурный герой. В прошлое они не смогли взять, потому что они ондайинга взяли. Вот. Ну, и Тинни, наверное, будет. У них будет идентичный пик. Мне кажется, вряд ли Тинни. Тинни мне не нравится. А кого еще взять? На четверочку, типа? Ну да, им нужно такое. А что самим Баратрума не взять? Нормально же вроде, не? Ну, либо еще вариант Праймал. Они в бане не любят Праймал. Они могут его поставить Лешака, Тимбера в харду и Темпларка керри. И у них прям супергерои на замес. Мне и то, и то нравится. И Праймал, и что-то. А, Баратрум. Нужен въезжатор какой-то просто, типа, какой-то инициатор. Слушай, Стас. Стас красава. Люта. Ну, сложно было. Они повторяют, да, просто драфт? Ну, да, да. У них такой же драфт есть. А в таком драфте что они берут на 23-й? Что, Баратрум? МК не нравится? У них был Аспик Марс, но Марс баня. МК вниз. Ну, у них сейчас точно тройка Тимбер. Ну, потому что нет смысла Тимбера в мид ставить. Мне кажется. Для шака. Так, нужно флэнер гладиатором. Мне кажется, такой дефолтный, да, может появиться. Да, булку могут. Underworld. Я не знаю. Ой, Драксир не в бане. Попались. Попались. Попались, Драксир. Не, ну, сильный пик, на самом деле, в Тимпларку. В Тимпларку с Алиенсера вообще кайф, мне кажется. Да, поэтому пока что проблема без кост. Несмотря на то, что они пикнули своих героев. 24-й дурачок. Есть на самом деле Джаггер какой-то для него. Да и Лзионисты все еще есть, которых они могут. Лзионисты? Надо героя, который в Тимберах хорошо стоит. Мне нравится МК, на самом деле, Лзионист очень сильно. ММК неплох в плане баланса драфта. Да, да. У них будет дополнительный стан. Сильная линия, на самом деле, очень. Он будет фрифармить. Ну, и с Десиком приятно, да, там за комбинем где-то. Ну, кстати, БС тоже был крутой герой. В Тимберу. Ну, Войт еще есть какой-то, но он послабее будет. Тоже Тимпларк. Ну, на Войда тут есть Сала, есть Тини, который герой очень сильно напрягает. И Тимпларка, который может темпить его. С другой стороны, другие герои все ему спейсят здесь снизу, как бы, и он просто качается. Просто, несмотря на то, что я говорю, что Деск крут в Тимпларку, но, на самом деле, Тимпларка против Деса фрифармит, я уверен, эту линию. Просто с левелом там ее будет легко убить под лешака, условно, да, с щитом вот этим. Просто сложно уже выиграть в соло-игру на Тимпларке здесь. Это правда, да. Нужен какой-то помощник. Ну, скорее всего, Эмбер, да, будет просто дефолтный. Для Паймал Бисть тот же нет есть. Они забанят Праймал Эмбер. Ну, GG, я имею в виду. Ну, Эмбер стоит, потому что Дарк Мага там все игры на нем играют почти. Ну, Шторм еще есть, на самом деле, контроли, ну, типа Текис. Что? ВР-ка, Шторм. Шторм, конечно, страдает от лешака в медиа достаточно. Они вот еще снайпку банили. Страдает и страдает, зато он может играть с Тини Сайвитером. Пак есть какой-то. Не. Попа есть. Каша, да, есть, я смотрю. Главное, чтобы не Кунка, парни. Вот все остальное. Нет, Кунка это вообще. Не, Кунка, да. Они пикали Кунку. Я знаю. Я же смотрю блокносик, вижу Кунку, две игры. А, они выиграли? Один-один. Такс. Ну, долго, на самом деле, драфтат. Ну, что еще? МК, да, мы говорили? Да, МК, да. Ну, и какие варианты остались такие? Фейворит матчап в Тимбер, это Урса. Без Урса. Крутой пик, на самом деле. Игали так уже. Скорее всего, даже, что так и будет играть. Скорее всего, Урса и будет, да. Какие еще варианты есть? Сларк какой-то теоретически есть. Ну, я не хочу, чтобы еще на Сларке играл. Тяжело тут Сларку как будто будет играть. Ну, есть АОЕ спельчики, да, типа Тинни-Тимбера. Но, на самом деле, Сларк убивает там Пларку, потом Тимбера. Он всех убивает, так кажется. А он еще ни одной игры на этом турнире на Сларке не выиграл. Ну, да, но он, как будто у него не получается. Даже Урса выиграл, да. Урса всего одна игра, один вин. Так что, ну, вот Шторм банится. Но Эмбер остается. Типа, еще есть фактор, как бы такой, знаете, скрытный. И просто появление, может, какого-нибудь Кускара в Эмбера или Шака кэри. Ну, это уж слишком жестко. Но могут так сыграть. Нам это не нужно, по идее, делать. У них уже балансный драфт. Зачем его портить? Короче, надо брать правила беста, потому что Урсе с пассивкой, с Аганимом вырубать, короче, и пассивку. О, да. Стас просто все пики угадал еще. Так у него тетрадка, брат. Так а что ты? Пришел бы тоже с тетрадкой. У меня планшет, я не могу с тетрадки сидеть. Ну, так сиди с планшетом тогда. Ну, вот и сижу. Ну, и сиди. Я вот без тетрадки, я же не жалуюсь. Я же, наоборот, хвалю Стасуна. Так я тоже хвалю. А, что-то какая-то зависть в твоих нотках, что он с тетрадкой, а ты без. У меня просто тетрадки нет. Я могу свою дать. Дарите тетрадку, парни, хоть-то. Дай пару лесков просто. Ты куда пойдешь? Я с собой не взял тетрадку. Кабинет пойдешь? Я буду писать. Давай, я тебе приду. Угадывай. Давай. У тебя 20 секунд. Ну, может быть, это Урса. Уже Урсу там предиктит. Что-то впадлу, да, Урсу уже брать? Воит, воит, воит. Воит. Спектра? Воит более лейтовая. Урса более... Лайвстилер! Я хотел сказать, что это Антошка на лайвстилеры, но я в это не верил. Я тоже, кстати. Думал, реально, может, на своем классическом. Ну ладно, не, Лось, Висп все равно не проиграют. Там без разницы. Да, это тут еще ДС. Мега сегментурный драфт от Гладиаторов. Просто все есть. Ну, сверху тоже супер какой-то ультимативный драфт. Мне кажется, Темпларка всегда была крутая в Найкса. И в Лешака, и вот у них есть Дарксир, который типа контрит Темпларк. Очень будет многое зависеть от билда Найкса. Я вот просто не знаю, что сейчас собирают. А вы видите, что Тимбер-то в мид идет? Да. Я вижу, и Праймал. Ну, кстати, это ошибка, потому что, мне кажется, Тимбер не очень Лешака, а Праймал получше стоит Лешака. Согласен. Ему нужен левел, чтобы гангать тут. И Тимбер чуть получше в Найкса стоит, чем Праймал. Да, да, я согласен. Ну, может быть, не играют. Не знаю, я, наверное, скажу, что Гладиатор 2-1. Ну, как будто бы опять, да, это Супер Сигна, Висп плюс Лешак. Как это выиграть, непонятно. Еще ни у кого не получилось это выиграть. Поэтому. А я знаешь, что скажу? Да. Я скажу, я забратка своего Джим Паркера. Я фанат его официально. До конца топишь 2-1. Конечно, на Ланай опять там закрывает. Я думаю, нормально у него все будет. Линия хорошая вроде. Опередил меня Афоня. Если что, Ланай точно тут вообще, ну, не фри игра, но она очень хорошая игра. И на самом деле на Тимбера, на Праймала у Джи Джи дэмэджа найти где-то в мидгейме будет сложно, чтобы всех этих жировиков убить. Поэтому я за бесткост тут. Висп плюс Шрак, напоминаю. Интересно. Это понятно, но мы хотим просто попробовать. Это ты с тетрадкой сидишь, а они рисковые ребята вот так вот эти. Я теперь тоже с листком. С листком? Ладно, я тоже листочек возьму на следующую. И ручку не забудь. Мнения наших аналитиков разошлись. Двое с бесткост и только лишь Андершок топит до последнего за Gaming Gladiators. Подсмотрим, чем закончится третья карта. Слово нашим комментаторам. И что ж, безупречная аналитика на первых двух картах. Но сейчас к общему знаменателю у ребят прийти не получилось. Но мы тоже можем высказать свое мнение. Олег, что думаешь? Я думаю, что ГГ выиграют. Очень крутая игра для Виспали Ширака. Толком не закрыли у нас ребята из бесткост эту стратегию. Плюс Найкс, фри-линия. Его невозможно заганнуть. Он будет стоять там просто 15 минут. Добьет себе Радик, добьет себе Алибарду. А что потом делать с этим Найксом? Под Дарксиром, под Виспом. Ну, очень сложная игра предстоит как раз таки для команды бесткост. Вот был вариант, мне кажется, с мейповки взять Шадоу Демона и прикрыть абсолютно большое количество героев на 24-й пик для гейм-гладиатор. Да, Шадоу Демон, ведь он и против Лайфстилера достаточно хорош. Согласись. Да, вот опять у нас Джим Парк троллит Антона. Так, и в общем, понимаешь, просто очень сложный матчап в миде будет для Тимберсоу. Потому что он стоит против Лешака. Да, мне кажется, надо было все-таки как раз таки ставить на оффлейн этого Тимбера. Плюс вы сделали крутые баны для этого Тимбера на тройку. И вот тут, знаешь, просто переобулись, взяли вот этого Праймал Беста. А Праймал Бест очень плохо в Найкс. Абсолютно плохо на линии. В миде будет непростой тоже матчап. Я вот смотрю, гейм-гладиаторс будет играть в свою комфортную доту. Да, друзья, посмотрим, получится ли у Бесткост выиграть. Темпларка, кстати говоря, идет на мид. Это я напомню вам о возможности получить тысячу фрибетов по промокоду Бали у наших партнеров Бэтбум. Кто же тогда на сейфлейне, друг мой? На сейфлейне получается Тимбер. И для Тимбера это очень хорошая линия. Что скажешь? Слушай, это выход из ситуации. Это точно будет лучше, чем то, чтобы они поставили дефолт. Это хороший плей от них. Согласен. Три руны, скорее всего, за гейминг-гладиаторс будут. Окей, окей. Это немножко меняет как раз-таки игру. Но в целом-то мы видели уже с тобой Паркера на миде. Мы как раз-таки комментировали с тобой эту игру на втором канале. Мне кажется, это был не Паркер. Это были ЕГЭ. Это был Крис Смайл. Это был Паркер. Брось. Это был Паркер. Я, правда, не помню, почему они играли. Но это была игра ЕГЭ против Блит. Может быть, чатик нас, либо какие-нибудь статсмены расскажут нам правду. Так, ну посмотрим. В любом случае интересно будет посмотреть за этими перестановками. Мне кажется, основная сила команды Бесткост — это сейфлей. Потому что на Дарксире играть против Тимбера невозможно. Я прям решительно заявляю. Это линия, которую выиграть на Дарксире невозможно. Можно пытаться пулить пачки. Можно пытаться там как-то запушить линию, запулить крипов на нейтральные лагеря. Но лучше, чем у Тимбера, у тебя точно не будет лайна. То есть Тимбер выйдет с абсолютного прям фрифарма. Прям огромный такой жирный со слотами. Но, опять-таки, для Тимбера тут тоже не сказать, что игра мега комфортная. Лишрак тебя прожигает. Лайфстилер в перспективе с жирничьей отгрызает за счет пассивки. Плюс еще может какой-то радик купить. Но, в целом, знаешь, если посмотреть, как раз-таки в early-game, mid-game дамы же на Тимбера не так что... Это что такое? Это что такое? Антож Дурачьё очень сильно просел. Да, нам режиссер тут сказал, что это был матч Бесткост против Ликвид. Ну да. Я что-то забыл уже вообще про это. Да, кстати говоря, Бесткост ту карту вроде как выиграли. Выиграли-выиграли. Там, по-моему, 2-0 вообще они закрыли. Не-не-не. 1-1 там был. 1-1? 1-1. Это ж групповая точка, что я говорю. Да. Размениваются у нас саппорты. Четверка-пятерка. Тофу уходит, возможно, будет вообще контролить рун воды. Для него она точно будет не лишней. Ну, для Паркера точно она будет не лишней. Да, посмотри, у нас 13 на 6 от Квина. Ну, понятно, выигрышный матчап в миде у него. Ну, 4 крипа на центре у Паркера. Это катастрофа просто. Угу. Только-только третий левел получает Паркер. Не знаю, может быть, стоит просто впушить эту пачку, а пойти уже качать потихоньку лес. О, Скофилд подходит на центр, видимо, для того, чтобы подвардить. Будет ли это попытка как-то загангать или чего здесь ждет четверка? Может быть, крутой выход у нас. Будет ли тос? Прямо под вышку. Хорошо. Ну, как же много дела. Демэдж, 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 демэдж немножко. Ну, тем временем Стингер забрал течиса. Угу. То есть ФБ все-таки за командой. Бескос. Да, крутой, крутой плей. И у нас пытался сделать Скофилд. В любом случае, полегче будет темпларке сейчас стоять. Следующий секунд 30, потому что очень много ресурсов потеряли у нас Gaming Gladiators. Сейчас попроще будет. Возвращает стов на линию. Всего лишь первый лаб. Ну да, эйсу надо максимальное количество отдавать. Экспириенс. Ну, чтобы он быстрее пятый апнул. Ну, кстати говоря, против второго-то счета у Даркмага проблемы. Он не качает пассивку вообще. Я удивлен. Начинает терпеть от магии достаточно сильно. О, есть стики еще. Тут вообще можно задавить, мне кажется, нет? Не, не, кулдаун, кулдаун, вакуум не будут. Окей, топ-3 крип-стата у нас за Gaming Gladiators. Ну, мы этого и ожидали, в принципе. Тем более, если они так поставили линии, с того можно было ожидать, да. 23 на 8 идет Лишрак. 23 крипа тоже за Найксом. Прям 10 крипов вообще опережают свои визоры. Саппорт и Gaming Gladiators могут позволить себе просто жить на центре, да, и, ну, помощь Дарксиру, судя по всему, не нужна. Он там оверлевел получил против Тимбера. Ластилер тоже на фулл фрифарме стоит. Поэтому вот Тофу вместе с... Упадает репучкой. Да, саппорт и Gaming Gladiators просто приходят, а Тофу и Селери приходят в мид, контролят руны, помогают Квину, делают так, чтобы он был крупным. Да, скорее всего, Тофу еще подстакивает что-нибудь, так же, как и Селери. Там облизывают, облизывают мид. Стингер ставит хороший опс на перетяжку. Не увидел этого опса Тофу. Да, и тратит в центре, не попадает, не попадает он. Что по первому, что по второму опсу. Да, какие NetWords уже печальные у игроков бесткост. Ну, не знаю, может быть, конечно, что-то поменяется с получением левелов. Прокачена, наконец, у Даркмага пассивка, будет он под вышкой регениться. Но я ожидал немножко другого исхода от этого лайна. Что Дарксир здесь будет получать мало и как-то терпеть, а Тимбер будет качаться хорошо. Да, при том, что, вспомни, у нас ФБ вообще было за командой бесткост. Ну, там Стингер просто забрал, как бы, просто дополнительная денежка. По сути, это на линию никак не повлияло. Как мне кажется. Линия 2 на 2 в центре у нас. Ну, надежда на Праймал Беста, получается, который должен был проиграть свою линию против Лайфстилера с Веспом. Хорошо, хорошо, Агрид. Но Сакрид в итоге получает максимальный фарм, потому что не может дурачок как бы далеко от вышки отбежать, иначе крипов начинает терять. И Сакрид здесь на фулл фрифарме. По промокоду Dota2 вы, друзья, можете получить скидку 20% наших партнеров в store на весь каталог модной одежды. Заглядывайте к ребятам в онлайн и офлайн магазины. А я прям жду не дождусь какого-то мидгейма здесь уже. Потому что ситуация, ну, неоднозначная. Не знаю. Я не знаю, что будет происходить. Красавчик Скофилд нашел опс. Но, опять же, этот опс ставили под виженом. Очень важно. И что по рунам? Что по активкам? Активка в боте. Не везет еще. Окей, Тофу хотя бы забрал. Это лучше, чем регена бы остался для Квина. Были бы проблемы в миде. Какие маленькие саппорты на самом деле у Gaming Gladiators. Раз у них нет левела вообще, вот очень сильно может пришать в этот раз, если Бисткос заберут две Экспруны. Просто представь себе. То есть у нас Висп с Течисом и так Экспы не воровали у своих коров. А тут еще и Экспруны им может не достаться, теоретически. Ну, если такое произойдет, конечно. Хотя, конечно, в этот раз это сделать намного тяжелее. Потому что лайны проиграны, в отличие от предыдущей карты. Да, и знаешь, нету Клокверка, который может пройти как раз-таки и подраться за Экспруну, и не дать ее забрать в целом. Тут всего лишь Сайленсер. Да, видим мы в сравнении игроков. 57% для Паркера, 14 тигр, и 67% винрейт у Квина, 15 тигр. Ну и что, Джим Парк может спокойно потихонечку уже перетягиваться на фарм как раз-таки своего леса. Это будет правильным решением, понятно. Сакрот нажимает у нас апрор. Ну, просто прохарайся. Ну, чисто подкачаться, да. Сакрот берет шестой левел. Кстати говоря, с новой механикой вот этих вот спелл и мунов и прочего, у Праймал Беста намного стал сильнее ультимейт. Поливерайс, да. Да, потому что ты можешь прям в ПКБ его там, да, вроде как закастовать. Абсолютно так. И в рейдж, это очень сильно может порешать. Да, тут вакуум, стан Лешего, стан Течиса, это может все сбить. Но, допустим, схватить какого-то лайфстилера и попытаться его зафокусить там за глобал и MLD, это, ну, есть такая, такой момент у Бесткост, что они могут это попытаться проделать. Угу, хорошая опция. Так, ну, ждем, ждем уже активок на восьмой минуте. Тоже достаточно важно будет забрать. И что у нас по... Послушай, Скофилд так-то третий левел тоже у нас. Наверное, только сейчас будет... Ну, он забрал Экспруну. Там поделили Экспруны на седьмой. Да и Тинни, мне кажется, не настолько прям требователен к левелу, если честно. То есть по сравнению с... Тинни, мне кажется, требователен к гоблинку. Больше, чем к левелу. И на Тинни нужно постараться как можно больше сделать стаков. Так, у Даркмага, слушай. Вакуум, стянули. Есть 15 стиков плюс Лотус. Сюда телепортируется Тинни. Ставится стенка. Гречка полетела. Это будет фраг, скорее всего, для команды Бесткост. Переагрессировал здесь Эйс? Да, абсолютно так. Зачем ты побежал за этим тимбером? Мне кажется, даже если бы ты его убил, ну, не обязательно вообще килл. Просто максимизируй фарм, пушь свою пачку. Можешь спокойно заходить за Тауэр и качать еще ближний. Не кимпы там на Дарксерии. Ошибочка, ошибочка от Эйса. Не часто мы такое видим. Ну, да, да. У него же все-таки прям аномально хороший лайн получился вот против Тимбера. Так, ловушки взрываются. Скофилд. Очень хочется подцепить кого-то, конечно, но Лешрак чересчур плотный. А до Селери ты просто не дотягиваешься. Да, знаешь, вот мне не очень нравится то, что Скофилд не успевает на стакать и Стингер. Побольше стаков хочется видеть, когда у вас все герои... Так, Лоту Сакрит забирает. И чаржится отсюда просто. Окей. Появился у Лайфстилера Армлет, есть инфест. Убить его очень трудно. А, инфеста нет. Ну, должен быть, наверное, в ближайшее время. А может на девятый? Так, а тут пропилочка пошла по двум героям команды Бисткос. По ФО пытаются разменять ребята хоть кого-то. Релокейт хороший. Вот гейминг-гладиатор Сайк Дурачев. Вот как же ему не хватает сейчас своего ультимейта, но он апает восьмой левел и просто прячется в крипата. Два фрага делают гейминг-гладиатор с боти, а Лайфстилера убить не получилось. Близко было. Близко, близко. Реально было близко. Могли забрать Антона здесь. Бисткос. Еще и темпларка подставилась. Рефракшн, тычки с мейлда, урона много. В мини телепортируется Тинни, но дэмэджа не хватает. Слушай, ну как так? Как так? У тебя же есть 2 центри в миде. Просто поставь страп. Максимальное количество. Тебя же вообще не должны тут убивать. Вот ты знаешь, вот аппарат у нас ошибок какой-то происходит. А то сначала Айс, да, подставляется. Так, у нас тут все-таки доедает, доедает. Сак, Скофилда. Ну и что, можно потихоньку подпушивать мид, нету глифа. И четвертые диаболики. Да, это минус мид. Спокойно можно заходить в чужую тройку. Так, а что, это попытка? Нет, просто Паркер телепортируется, чтобы пофармить. Ну и все, начинается вот эта излюбленная игра Gaming Gladiators. Спушивают они мид тауры, заходят в чужой лес и будут просто оказывать максимальное давление на чужих коров. И сейчас, знаешь, вот без кост сложно стакнуться. Нету еще Глобала до сих пор, десятая минута. Глобал нужен, Глобал нужен обязательно, конечно, в такой ситуации. Вот Сайленсер стоит рядом с Даркмага, пытается налутать здесь экспы. Надо помимо Глобала, надо еще какой-то дэмэдж, да, наверное, придумать все-таки так. Сакрот находит Дурачье, Дурачье инфест на КД и просто вынужден отсюда отступить. Как же сложно сейчас будет играть без кост. Ну, посмотри, 8 стаков сделал Сейлери, 8 стаков. Посмотри, сколько сделали у нас без кост для своих коров, которые каждый кор может спокойно качать стаки. Да, катастрофа. Окей, из хорошего, готов Глобал. Сакрот у нас стягивается под смоками под бот. Буду там, возможно, вчетвером принимать тимфайт без кост, если вдруг подставится у нас опять же Gaming Gladiators. Окей, идут мид. Но GG что-то знает, понимает, что в топе ни одного героя нету. Тимбер очень далеко пропушил бот-пачку и, судя по всему... Очень-очень сладенький Тинни, но его... О, Висп, но Тинни уже заметили здесь. Квин выходит вперед, у него есть Бладстоун и у него лишь рак сзади. Как здесь сыграть? Есть Глобал, но где дэмэдж? Граната полетела, дэмэджа просто не хватает. Чаржится Сакрот отменяет. Не-не-не, тут что-то прям без кост вообще перемудрили. Им нельзя на лишь рака уже нападать. Да. Бластов. Нет, не цепляет у нас Тингера. Ну на развороте хотя бы попытаться забрать Клокерка минус Клокер. Квин подставляется, немножечко Тепларка начинает фокусить, но очень хорошее лечение. Сайленсер рядом, начинает дамажить, есть чарж. Релокейт от Селлари, релокейт не спасает лишь рака. Сакрот бежит дальше, нет у него пульверайза. Можно пытаться Виспа убить на обратном релокейте, но он будет сжать тизеры. И к этому нужно быть готовым. Парням из Бестпост пропиливают. Тычка Смелда, тычки летят и инфест. Ой, какой инфест крутой. Супер, супер. Выживает у нас Селлари, хотя шансов было не так уж и много. Ну что, пошел пачку мид, пошел в троечку на джимпарке. Скоро-скоро будет Диссолятор. И Дарксир все это время качался. Да, конечно, урона много, Даркмага ему наносит. Маловато маны у него. Ты просто нажимаешь чарж и убегаешь. Ну как бы сурж и убегаешь. Угу. Ничего как бы страшного в этом нет. Окей, немножко камбэкнули у нас Бестпост. Хороший тимфайт провели. Прожали все кнопки. И надо дальше качаться. Сакрот выходит в БКБ. Да, тебе нужно просто попытаться как-то пульверай свой активировать, чтобы твоя команда дэмэдж влила. Цены тоже неутешительные для фанатов Бестпост. 3.6 на них, 1.28. На Gaming Gladiators, друзья, выигрывайте различные призы, участвуя в акции Супердрафт от наших партнеров Бэтбум. Заходите в мобильное приложение, читайте условия. Даркмага пытается отсюда уйти. И отдают Бестпост тир-1 вышку на боте. Активируется глифт, но Даркмага находит Тоху. Это такой маленький килл достаточно, но хоть что-то бы здесь забрать, но даже его не могут Бестпост положить в свою копилку сейчас. Аэкс выходит в Рейденс. Хороший выбор. Ну, слушай, Сакротта-то могут не отпустить. Есть Афрор. Ух, кичку успевает дать. Грачье. Так, нажимается NFS, релокеет будет. Какой релокеет, какой релокеет. Чьется глобал, сбивается, релокеет. Секрот просто телепортируется отсюда, но, возможно, стоит отменить портал. Подцепили Течиса, убили его. Эйс пытается хоть что-то сделать. Активирует стенку. Тут уже разворот пошел от команды Гейминг Гладиатор. С Даркмага отсюда вряд ли уйдет. Нужно драться до конца. Он пропиливает Дарксира. Погибает при этом. Ну, Скофилд откидывает в итоге Квина. Сам он не погибнет. Но Лишрак-то на хосте, кажется. И игроков команды Бискот чейзит. Чейзит очень жестко. Тычка Смейлда. Паркер понимает, что не уходит он отсюда. Ну, Секротт может только посочувствовать. В таком стечении обстоятельств. Да, Паркеру надо максимизировать фар. Вот он зачем-то прибежал в топ. Ну, не обязательно этот тимфайт. И слушай, руна у нас. Руна-то XP за GG. Две руны XP за GG. Да? Ты как-то себя чувствует. Можешь спокойно добивать Т1 в топе. Нету глифа. Я думаю, что знает об этом GG. Вот тут стаки. Еще и стаки пармятся. Как же все плохо у Бисткост. И это очень сильно сбивает тайминги для темпларки. Потому что если не будет... Понимаешь, там Radiant с Дезолятором будет в один примерно тайминг. И это абсолютно не устраивает команду Бисткост, естественно. Ну да. Очень-очень быстро падает Тауэр. Ничего с этим не сделать. А Dark Magа выходит у нас в Kaios Edge. Тут какие-то уже, не знаю, суперудары нужно делать. Бисткост находить. Прям невероятные моменты. О, Скотт прочитает или нет? Вроде читает. Че, он отстепнулся в бот. Читает, убегает. 7 секунд ТП. 7 секунд ТП кулдаун еще. Увидел, увидел. Успеет ли его? Успеет ли? 3, 2, 1, ТП. ТП есть. Не жмет, Скофил. Можно нажимать же? Боится, что бластов нажмут на него, судя по всему. Ну все. Он просто тянет время. Не знаю, нажал бы сразу, выжил бы, я думаю. Он столько тычек впитал от лайфстилера. Да, по ощущениям. Да, согласен. 5 Калида. За европейской командой. Вынужден отсюда уходить. Секрет сразу же. Могут тир-2 вышку попытаться гейминг-гладиатор спушить. Ну... Да. Непонятно пока, как Бисткост тут камбэкать. Так, Паркер должен понимать, где находится оппонент. Нельзя заходить прямо сейчас в двойку. Ну, видимо, не понимает. Уходит за счет первого своего спелла. Сюда врывается даркмага. Есть глобал. И опять ребята пытаются хоть что-то придумать. За счет своих ультимативных способностей. Пульверайз по виспу. Заберут ли его? Но он не... Он все-таки не умирает. И эта драка, скорее всего, будет выиграна. Гейминг-гладиатор спутается без кост уйти. Демеджа мало. Дарксир ускоряет. Под глобалом мы видим, что это, ну, не работает просто-напросто, да? Да, как же повезло вообще без кост. Даже если Скофилд умрет, тут это... Да, ну он еще... Далеко отделались. Реально легко отделались. Прям, ну, Паркер. Дурачи, он начинает фокусить. ТП. Нечем избить. Нечем избить, конечно, да. Это в Дизоль, но там и Радик уже на подходе. Буквально, да, 300 голды остается. И как принимать тимфайт следующий? Нету глобал сайленса сейчас. Как вообще драться в следующие 2 минуты? Так, полсал. Ну, вот подцепили виспа. Попытка разменяться хотя бы как-то не получается. Слишком жирненький уже этот висп с Холли Локетом. Просто не хватает урона. Сакрад забирает Лотус. Но не хочет его айс отпускать. Может, как-то на перерез релокейт какой-то сделать. Все-таки отпускает. Но, наверное, следующие пиксилы это БКБшки. Не знаю, хотя бы у Сакрада, чтобы на КБ появилось, чтобы он мог спокойно раздавать свой демэдж. Нажимать пульверайс, нажимать трампл свой. Хоть какой-то урон наносить. Но пока импакта от этого героя просто нет. Не знаю, мы так много видим этого Праймал Биста в центре. От топовых коллективов, от Бэтбума, от LGD. Они так хорошо с ним играют. И против Лешрака он хорошо работает. В чем причина вот этого свапа, я до сих пор не понимаю. Неужели Тимбер плохо бы себя чувствовал против Лайфстилера онлайн? По-моему, отлично бы себя чувствовал. Конечно нет, конечно нет. Да, прогоняет свои двойки, чужой двойка, точнее, GG. Так, надо как-то Паркера сейвать. Жмется глиф, видимо зря. Попытка забрать Лайфстилера. Демэджа нового. Стоит пульверайс, получается. Минус Лайфстилер, но Секрет умрет здесь. Секрет умрет, но готово пока-то. Да, в любом случае это хороший размен для Биста Кост, потому что для них в принципе любой размен кора на кора сейчас благоприятный. Да, Тимбларка у нас потихоньку приближается к шарду. 500 голды осталось. Ну и что, 6000 лидов за GG. Ошибка Дорочье, ну окей, ну... Когда Дорочье не ошибался-то? Команда всегда подсейвит. Тут у остальных игроков Gaming Gladiators очень много фарма. Думаю, что ждет нас минутка затишья на карте, друзья. Напомню вам про наших партнеров Polysorb. Прекрасное средство при отравлениях. Если вдруг вы попадете в такую неприятную ситуацию, то имейте в виду. Лайфстилер телепортируется в топ сейчас, чтобы пофармить здесь. Рошан пока ни один не упал. Но такое ощущение, как будто Gaming Gladiators вообще не нужен на Рошан, чтобы закончить эту игру. Охотятся за лайфстилером сейчас. Global Ready. Global Ready. Можно прервать релокейт, ставить сварт. Но Антон, мне кажется, что-то чувствует, что-то понимает. Коэффициенты уже просто разгромные. 8,5 на бесткост. Вера, конечно, в эти 8,5, коэффициент просто никакой. С учетом того, как шла ранняя стадия игры у ребят из Южной Америки. Так, смотри, у нас Скофилд находит инвиз. Возможно, надо будет сейчас как раз-таки подходить потихоньку под бот. Удрачо, по-моему, кулдаун ТП должен быть до сих пор. Так, как будто бы может быть хороший файт для бесткост. Удрачо там нашел крипа и уже бежит на скорости сюда. Долго? Сюда просто не успеть. Ну, долго, недолго. Игроки бесткост все настолько далеко, что, ну, вот просто как. Только Ти не успеет ворваться и, не знаю, мне кажется, свидеть. Хорошо, конечно, если он эгиду заберет. Ну, или там как-то Рошана хотя бы заберет. Но тут просто без шансов. Главное на центре сейчас не... Что поздно. Окей, все. Крутые две центры поставили у нас GG. Ну, видят на Вижене, на Псе сейчас Скофил. Да, будет ли вакуум? Да, будет вакуум, минус Скофил. Ну, даун инфу, что там стоит опс. Ничего страшного. Главное, что все пачки сейчас бушатся. Теперь надо как-то тянуть эти четыре с половиной минуты. Бест Костом. Дурачи, а Звой, Звой бежит на своих соперников. Прогоняет. Темпларта появляется уже против Темпларки. Ух, беда. Два телепорта гейминг-глазиатра сделают на том, чтобы за деф и даркмага. В любом случае, они пролетят на релокейте, если будет в этом такая... Хотя там глобал есть. Может, и не пролетят. Может, на этом сыграть. Так, и потихонечку у нас скоро будет на Тимбире Аганим. Там половина Аганима уже готова. Это может быть как раз-таки, вот знаешь, что и тем пауэрспайком, который поможет все-таки Бест Коста выиграть тимфайт, потому что он будет впитывать весь урон, больше будет дэмэджа. Звучит вообще как план. А, шард еще достался Скофилду. Ну, тут, в принципе, у Бест Коста такие шарды, да. На саппортах, что у Тини, что у Сайленсера, они не очень хорошие. Ну, Сайленсеры еще плюс-минус. В идеале бы, конечно, чтобы в Темпларке шард выпал, но... Она уже купила. А, она уже купила. Лучше бы, конечно, он бесплатно достался. Но я думаю, что Джимпарк купят, потому что... Это вот Сайленс, за счет которого ты вообще можешь хоть как-то, да, попытаться игру перевернуть. Лежал просто фастбай у него шард на минуте там 15-16, но решил все-таки взять пику. Ну, пика, ну, по понятным причинам тут очень крутой айтем против Найкса, против Лешака. Надо выживать, надо вносить больше дэмэджа. Вопросов не имеем. Ну что, будет попытка как-то тоснуть героя? Важно понимать, что если убить персонажа не получится, то это билет в один конец для Тини. Скорее всего, ну, за проказы вроде... Ой, как много килла, да ты просто с ума сойти! Праймал Бист врывается, но как же убить хоть кого-то здесь? Команда уже не может ему помочь, он до конца дерется. Пропиливают виспа, забирают его. Но это только один килл вообще за все. За БКБ, за глобал, за инициацию. Гейминг-гладиатор просто даже будут дуться сейчас с этого виспа, и пойдут, мне кажется, ну, чуть ли не на хайграунд. Я не знаю, можно как минимум все внешние вышки позабирать. Я вот не понимаю, почему Сакрет не побежал на виспа? Ты же примерно понимаешь, где стоит висп, где будет тизериться. Ну да. И вот если бы сейчас нажал просто он слот на опережение, Лишрак бы умер, висп бы умер, потому что в него въехал бы праймал Бист, и совсем другой тимфайт был бы. Но мы видим то, что малой кровью у нас отделали с GG, их полностью устраивает, просто фуловый квин выходит. Когда у него там было, хп, не знаю, там 150, может, и больше. Выход в манту, а дураче. Скофилд еще попался, активирует блин, успевает уйти. Мне кажется, надо было начинать с гластов, если уж пытали... Ну да, напугал, напугал просто тини. Ну что, драться уже на лоу-граунде нет смысла, и гида полторы минуты. Зачем здесь сражаться сейчас без коса непонятно, надо распличивать карту как-то, дожидаться, там, кор предметов у Тимбера дополнительных, каких-то, может быть, БКБшек у Темпларки, у Праймал Биста, может, Аганим успеет, он как-то его выформит. То есть, ну, какие-то шансы вообще пытаться получить из этой игры. Активируется Аганим у Даркмага, он что-то тут впадается, прогоняет. Слушай, ну, так-то просто. Даркмага. Да я тебе так скажу, Форс, что-то... Пум. Взорвался Виск. Ребята хотят нападать. Праймал Бист врывается. Джефар Крианов, Пульверайс, отличный. Минус Эйс должен быть, и врывается Сакрот. Дальше цепляют Квинна. Квинн начинает очень жестко поседать, но это только Игида. Сюда телепортируется Ластилер. Отсюда игрокам Бисква, скорее всего, придется выйти. Но если Сакрот... Ну, он вряд ли выживет. А он выживет? Или выживет. И он снова участвует. Подожди, подожди. Сейчас может какой-нибудь... Он сам себе отменил нечаянно. Байбэк Висква, минус-минус Дарксир. То есть видят уже гладиаторы, что... Ну, не все так гладко, да, в этой игре. Я, наверное, как хотелось бы. Тем не менее, они впереди. Тем не менее, они планируют эту карту выиграть. Но просто чуть-чуть поосторожнее. Вот, ну, самую малость. 5 тысяч урона наносит у нас Тиммер в этом тимфайте. Ну, реактивармер прекрасно работает. Возможно, надо будет взять Юл какой-то на Отечестве. Либо уже выходить в нулифайр там после как раз-таки манты на Найкс. Потому что надо что-то делать. Надо что-то придумать против этого реактивармера. Потому что дает он как раз-таки позиционку и возможность наносить демаж в тимфайте для Паркера. И просто вот у тебя, грубо говоря, у тебя три героя, которые тебе дают позицию в тимфайте. Это Скофилд, это Даркмага и это Сакра. Очень просто наносить демаж на Темпларке. Только вот какая-то грамотная раскастовка спилов от Бисткост поможет им выиграть эту игру. Ну, или хотя бы протянуть ее подольше. Чтобы, может быть, там в каком-то гигалейте, знаешь, попытаться поймать соперника на ошибке. Ну, не знаю, Форс. Я бы не был так категоричен. Я не вижу прям большой какой-то проблемы. Хотя Дот со мной не согласен. 87% на победу все-таки ставят. Лайфстилер, да, это не зря такой непопулярный персонаж. У него огромное количество недостатков. Конкретно против этого драфта он тоже, может быть, не является прям очень хорошим героем. Но не стоит забывать и про Дарксира, и не стоит забывать про Лешрака, еще и под Виспом. Эти персонажи способны компенсировать там недостаток какого-то лейта. Лайфстилерского вот этого вот. Поэтому я как бы в лейте верю в победу Gaming Gladiators. Для меня вопрос, закончится ли эта игра без шансов для Бисткост. Или они все-таки нам покажут борьбу, прежде чем вылететь из верхней сетки. Ну, блин. Тем не менее, где-то в глубине души, конечно, я верю. Хочется мне, точнее, поверить, что Бисткост смогут перевернуть эту игру. И вообще, может быть, даже победить. Потому что вот эти вот высокие места Gaming Gladiators, они начинают потихонечку уже, ну, приедаться. Хочется увидеть какие-то новые команды, да. И особенно такие активные, агрессивные, так как Бисткост. За их играми всегда приятно смотреть. Вне зависимости от того, там, выигрывают они, проигрывают. Они обычно играют весело, дают бой, драфты какие-то придумывают. У них очень специфический пул персонажей. Это то, чего мы не видим регулярно в Восточной, Западной Европе. Да, то, что вот наш, по крайней мере, зритель, который смотрит Доту, он, скорее всего, в первую очередь обращает внимание именно на эти два региона. Да, потому что они в удобный часовой пояс идут. Ближе все-таки к чертю. Ближе имена, да. И все это, как бы, нашему зрителю больше понятно. Появляется агоним у Саккреда. Но, опять-таки, когда Бисткост играют на турнире, особенно в верхней сетке, это всегда хайп. Да, ну и смотрим. Слушай, Джим Парк у нас потихоньку близится к Маккинбару. Где-то процентов 30 уже от полной стоимости у него есть. И в целом-то у Паркера, посмотри, у него левел-то еще больше, чем у Дурачье. Только сейчас Дурачье добирает 19-й. Джим Парк, стоп-аут, все окей, стянулся до героев. Тоже чувствуется вот прям недостаток станов, такой же, как и на предыдущей карте. Да, в целом, я тебе так скажу, вот по моим ощущениям, у Бисткост все в целом окей по игре. Они до сих пор могут принимать файты. Вот самый главный будет объектив в этой игре, это Рошан. Вот следующий Рошан, это будет такой, знаешь, важным моментом достаточно. Что и для одной команды, что для другой. Не дай бог Бисткост заберут Рошана. Игра будет просто полностью в нуле. Может быть даже, ну если будем смотреть шанс на победу, может даже и плюс вообще в сторону Бисткост. Сакрит купил у нас Аганим. Ну и коэффициентики, ребят. 4.8 на Бисткост и 1.17 на Гейминг Гладиаторс. Не забываем про баннер по трансляции и 1000 фрибетов при регистрации. Ну что, Рошан у нас 30 секунд появится. Будет он на стороне Рейдиант. Ну его убивать будут на стороне Рейдиант, появится он на стороне Дайер. Сейчас Джимпарк по минкам здесь пройдется. Даггера у него нет. Не забываем об этом. Да, далековато у нас вышел Паркер. Ну, возможно, была информация о том, где находятся оппоненты. Поэтому максимизирует фарм и качает вот эти опасные пачки. Алибарда за Драксиром. Возможно, стоит еще добрать Кримзон. Так, а куда у нас Джимпарк вообще побежал? В армию вражеских хеншентов? Даггера-то нету. Стоит забывать. Тинни заревилит Смоук. Не успевает нажать даггер. Поэтому погибнет. Портстапается ноу-граунд. Тосит. Выиграл достаточно много времени. Но тут спавнится Рошан достаточно быстро. И Паркер у нас сплит. Скорее всего, понимают, ребята, что сложно будет уже контестить. И надо просто пушить пачки. Сейчас гейминг-гладиаторство придется потратить минимум минуту для того, чтобы хотя бы дойти до Тир-2, да, либо до Тир-3 своих оппонентов. Да, вот там пачка бежит к Тир-1 вышке. На самом деле она и так об нее сольется. Вот с той, которая подбегает по боту. Сейчас можно попытаться зайти на хайграунд. Тем более ни одной Тир-2 вышке нас с гладиаторами не потеряли. Поэтому заставить их как-то вернуться обратно, ну, мне кажется, не получится. Придется уже принимать драку на хг. Да, летит МКБ для Паркера. Хочется хотя бы маленькие криты себе взять. Может даже вообще в Сильвер Рейдж какой-то выйти. Хотя нет, наверное, на Иксу плевать. На пассиву он нажимает Рейдж. Я думаю, что просто доедался. Рейдж устроит. Так, без кост, в смоках. Палят этот смоук за счет скана гладиатора. Хороший скан, да. Найдут ли течиса? Хотя бы течиса нет. Успевает на паут нажать. То есть по-прежнему вот это вот макро-преимущество команды Gaming Gladiators, она контрит с одним глобалом. Потому что ты жмешь глобал тогда, когда релокейт уже активирован. То есть даже если Вист купит ПКБ или какой-то Лотус или еще что-то, тебе все равно релокейт собьют. Как только ты увидишь на миникарте вот эту вот анимацию, да, или там где-то на поле боя, да, звук какой-то, ты просто давишь просто по педали глобала, и Лешрак с Виспом не летят никуда. Соответственно, нужно гладиаторам иметь в виду, что как только Висп с Лешраком где-то показываются, игроки без кост могут готовить атаку. Они могут уже в смоках куда-то бежать, какие-то искать моменты слабости в обороне Gaming Gladiators, чтобы изменить исход этой карты. Появляется Хекс у Лешева, просто огромный квин, 2023, извините, пожалуйста, 23 с половиной тысячи нетворса у мидера команды Gaming Gladiators. Такого забрать еще и под Виспом будет, не знаю, мне кажется, практически нереально. Передает сыр Селери. Пачки начинают сжаться потихоньку, потому что Дурачё тоже с мантой отпушивает. Так, без кост ни в коем случае нельзя принимать файт на тир-2 вышке. Она абсолютно ничего не значит уже. Так, нажимается Хекс у нас по Сакарду. Хорошая пика, но Паркер выживет лей. Приходится самому активировать Black King Bar, но зато засейвил он оффлейнера. Т-2 вышка падет. Так, а тут Дурачё ворвался, но он с Эгидой. Он тут сейчас будет убивать, мне кажется, игроков команды. Хороший пробирается. Там Global, стяжка, степка. Global слишком поздно был нажат. И, слушай, минус Эгидо пока что. Забрали только Сайленсера. Сайленсер уже вряд ли будет полезен. Он без Global в данный момент. Т-2 вышка в топе стоит, поэтому перетягиваться нужно на центр. Тинни, скорее всего, придется выкупиться. Чакрамы летят. Т-3 вышка падает. Глифа нет. Ластворды юзаются. Сакард без БКБ. Там Пларка без БКБ. Тыщики Смелда больно, конечно, дамажат. Нет стенки у Эйса. Жмется Гриф. Неужели будут ребята нападать? Почему? Даркмага боится. Ему надо просто впрыгнуть и впитать дэмэдж. Ну, вот он впрыгнул. Дэмэдж частично впитал. Но ты видишь, что этого недостаточно. Дурача пытается забрать. Манты есть. Сжигают Сайленсера. Сайленсер погибает без Байбэка. Ластилер использовал инфест в Лиширака. Мне кажется, просто эта драка, она... Ну, у вас нет Тинни, у вас нет БКБшек. Как вы хотите здесь принять файт? Вы вынуждены отдать эту сторону. Да, Форс, ну что за дела? У вас есть аганим на Тимбере. Пусть Тимбер даст тебе как раз-таки позиционку. Потом уже прыгнет Прэймэл Бист. Потом начинает темп ларкать на себе. Смотри, тут на самом деле момент-то опасный, потому что Скофилд сейчас забирает его. Почему-то он не успевает, он среагирует. Подцепили Паркера. Паркер, БКБ. БКБ одна секунда. БКБ одна секунда. Активируется, может, ТП? Ой, как же тяжело. Паркер погибает. Без возможности выкупится. 85 секунд. Ну что, просто в трону ГГ. Да, ребята плохо продумывают. Вот знаешь, вот я говорю, ну зачем вы деретесь на этом Т2? Ну, абсолютно юзлис вообще этот Тауэр. Просто отдайте, стойте на хайграунде. И на хайграунде уже с хорошей позиционкой примите файт. Пусть стоит Тимбер первым. Нажмет реактив фармер. Это в целом достаточно сложно, достаточно просто нажать. И все у вас будет супер. Скофилд у нас может умереть после бая. Дается хекс, минус Скофилд. Ну, посыпались, посыпались у нас ребята из Бестпост, к сожалению. Ну, хочется, конечно, еще один файт провести. Но как это сделать? Там Пларка 30 секунд. Тимбер там вроде старается как-то отспамливаться. Старается вроде бы как-то держать соперника подальше. Что? Интересно сказать, скоро легли ив. Хороший вакуум, попытка забрать Сайленсер, если в Форс Ставк подсейвить нет. Тимбер что-то там летает, прыгает. Прыгает Течис, дизейблет всех, пульверайз, Течис. Тимбер живет, нормально пропил, байбэка нет. Ну, блин, ну, хочется вот искать какие-то шансы, да, вот в этой вот игре. Ну, их же просто нет. Вот с таким early game'ом, как... Ну, как? Почему так? Почему так? Почему так файтится у нас Бесткост в третьей карте? Не знаю, ну, ожидал я более-более интересной развязки этой серии. Но, к сожалению, у Джи Джи стабильно показывают хорошую дот. Ну, да, вот... Хорошую.